Я сняла для вас два супер видео, но они у меня все удалились. Это для меня, короче, оказалось трагедией, поэтому я решила переснять сейчас достаточно легкое видео, те были на серьезные темы. Я их обязательно сниму. Мне поступил запрос рассказать вам о том, что находится в моей вот этой вот маленькой сумочке, потому что удивлялись, как я сюда запихиваю всю свою жизнь. Так что поехали. Я вообще в основном сумку ношу вот так вот, то есть она у меня расстегнутая, но на самом деле ее вполне можно закрыть, и она, в общем-то, свою форму не шибко теряет. Сумка, с которой я хожу летом в большинстве случаев, да, 90% времени, это вот эта сумка от Котч. Она идет с такой вот тут, с таким рисунком. Такой пудровый цвет. У нее есть коротенькая ручка, то есть ее можно носить вполне и вот так вот. Вот. Но я предпочитаю в основном носить ее вот на этой вот длинной. Очень удобно. Она, на самом деле, достаточно легко пачкается, но я себе купила такой специальный очиститель для кожи, и, в общем-то, она очистится очень легко, поэтому никаких проблем у меня с ней нет. С другой стороны вот так вот. Внутри, в общем-то, обычная такая подкладка в цвет сумки с надписью Котч. Ничего особенного. Ну и поехали, давайте я вам расскажу, что же я в ней храню. Как правило, все у меня находится в таком вот виде, в бардаке. Вот, например, бумажка с запиской, что мне надо купить, которая мне уже не нужна. Ну и поехали. Первое, что у меня здесь лежит, это моя записная книжка. Такой вот маленький блокнотик от Малискин. Здесь, ну, я не знаю, все что угодно. Здесь вот у меня, допустим, написано, какие продукты можно покупать органические, какие можно... Какие, точнее, нужно покупать только органические, какие можно покупать вообще обычные. Ну, какие-то тут записи, что надо купить, какие-то размеры дома. Сами знаете, обустройство дома – это процесс долгий. Ну, в общем, ношу ее практически всегда с собой. Обычно у меня еще с собой ручку, но чувствую, что в этот раз ручки у меня с собой нет. Дальше. На самом деле, вещь, над которой я думаю достаточно долгое уже время, не знаю, как это все организовать. У меня здесь есть и кошелек, и ключница. Но дело в том, что кошельком практически сейчас не пользуюсь. У меня здесь даже, как видите, карточки не лежат. Лежат какие-то монетки. И, по-моему, даже кэша нет. Нет. Я стала все носить вот в этой ключнице. На самом деле, думаю, что от кошелька вообще откажусь. Вот такая вот у меня ключница. Это Марк Джейкобс. Под цвет. Он у меня практически под цвет сумки, но немножко отличается, но это даже не страшно. Что я здесь храню? Это вообще просто супер вещь. На самом деле, когда я выхожу куда-то из дома, выбегаю, что называется, в магазин, либо просто в зал, то я беру вообще с собой только эту ключницу. Здесь у меня лежит вообще все. Здесь у меня лежат такие ключи от машины, которыми я даже не пользуюсь. Ну, в смысле... Ну, да. Я их не достаю. У нас машину не надо включать с пульта. Здесь даже лежит у меня какая-то помада от Шанель в оттенке бой. Потом здесь у меня еще лежат ключи, но ключи у меня сейчас лежат внизу. Здесь у меня лежат все мои карточки, включая кредитные, права и на фитнес. Даже чья-то, по-моему, визитка у меня здесь лежит. Вот. На самом деле, очень удобно. Он достаточно вместительный и, ну, аккуратно так выглядит. Поэтому, на самом деле, в последнее время я пользуюсь только им. Я даже не пользуюсь сейчас кошельком. Это вот то, что вот дальше. Дальше у меня отдельно здесь валяется блеск от Шоссейда в оттенке BI номер 102. Я вам про него говорила, я его уже практически зарасходовала. И, в общем-то, сейчас ищу ему какую-то классную замену. Пока найти ничего не могу. Кстати, давайте мы накрасим губы, раз уж такое дело. Раз уж я видео снимаю. Я просто сейчас уложила сфать Глеба. И у меня есть буквально чуть-чуть времени снять для вас видео. Потому что дома я одна. Соседка гуляет с Борей и своими детьми. Дальше у меня здесь лежат салфеточки. Обязательно. С детьми это вообще must have. Дальше лежит у меня здесь косметичка. Да, как ни странно. Она, в общем-то, небольшого размера. Это косметичка от L'Occitane. Что у меня в ней лежит? Давайте посмотрим. Здесь у меня лежат салфетки от Face Shop, которые убирают влажный блеск и все такое. Жирный блеск. Дальше лежат вот эти нитки для чистки зубов. Какие-то натуральные. Они мне не очень нравятся. Но идея в том, что здесь вот такие вот подпастилки. И вы ее просто разрезаете, растягиваете. У вас получается нитка для зубов. И вы можете почистить все, что хотите. Мне они не очень нравятся. Но в таком вот, да, в маленьком виде. Я пока нашла только их. Когда-то у меня еще была, по-моему, от Oral-B. Но больше я не вижу маленьких размеров. Дальше зеркальце. Кажется, это от фирмы Bite. Маленький крем для рук. Сейчас в жаркое время года я им не пользуюсь. Но все равно ношу. Мало ли, что может пригодиться. Дальше пробничек духов. Давайте мы им попользуемся. Это кажется... Я вам даже сейчас скажу, что за пробник у меня здесь есть название. Дереклам Эклот. Не знаю. Новая марка в Шоссейде. Кажется, я их уже упоминала в каком-то своем видео. Дальше у меня здесь лежит пинцет. Это обязательно вещь моей косметички. Потому что каждый раз, когда я остаюсь на парковке, а муж куда-то уходит, и хорошо светит солнце, девочки меня поймут. Я выщипываю себе брови все подряд. Ну и здесь осталась у меня помада от Lancome. В таком вот нюдовом оттенке. Крем. Pale Lip. Крем. Не знаю, что из них название, что серия. И от Hero. Hero. Такая вот гигиеничка мятная. В общем, это все на самом деле у меня прекрасно умещается в мою косметичку. Вот это все. Вот. Так что косметичку тоже ношу с собой. Не очень понятно. Я на самом деле редко достаточно ей пользуюсь, но все равно таскаю. Дальше здесь у меня лежат... Упс. Что они у меня раскрылись? Такие вот конфетки. Я пока что вам про них рассказывала. Сенча. Тоже мятная. Я люблю все мятное. Немножко кэша. Монетки. И, в общем-то, последняя вещь, которая у меня здесь лежит, это вот эти вот листики для рисования, которые я показывала в своем видео. Такие вот они для детей. Я беру такие черные. На них вот вы рисуете... Не знаю, видно вам, нет. Палочкой. Палочкой. Палочки нет. Не знаю, где палка. И телефон. Телефон. В принципе, это все. Здесь у меня еще лежатка, потому что это грязная салфетка. В общем-то, это все. Здесь в запасном кармашке. Здесь еще, не знаю, видно вам, нет. Здесь еще запасные кармашки, в которых я ношу всякие женские принадлежности. Вот. Так что вы, в общем-то, это все. Давайте я сейчас сложу все обратно. Все обратно. Я даже кошелек, наверное, сейчас положу. Но на самом деле, он мне, в общем-то, не нужен. Ну, ладно, положим. Пусть будет. Упс. Как видите, все уместилось. Теперь мы закрываем. И, в общем-то, я готова идти куда угодно, любые путешествия, все, что хотите. Все важное ношу с собой. Как видите, у меня здесь нет ничего лишнего. У меня здесь нет ничего сверхъестественного. Все такое исключительно нужно. Даже мне, кажется, половину можно и выкинуть. Но иногда мне это пригождается. Иногда я не беру с собой что-то. И тогда я думаю, боже мой, зря я не взяла, допустим, косметичку. Поэтому я все время ношу ее с собой. В любом случае, стараюсь. Вот такое вот было видео. Напишите мне, что еще интересного и полезного вы носите с собой. Такого, знаете, что-нибудь маленького. Я всегда в польске чего-нибудь интересного. Да, всем большое спасибо за видео. За то, что вы посмотрели это видео. Всем пока!